Шла я шла и неожиданно, совершенно случайно, повернув голову направо, увидела вход в музей Веры Игнатьевны. Дело все в том, что она, несмотря на то, что родилась в Риге, папа ее и ее старшую сестру привез сюда Феодосию в трехлетнем возрасте после смерти ее матери от туберкулеза, опасаясь за здоровье девочек. И она здесь провела фактически свои детские и юношеские годы с 1892 по 1914 год. И вот я почему так вот настойчиво снимаю вот эту вот часть фасада. Дело все в том, что при строительстве вот этих всех жилых, административных зданий решили часть стены, оригинальной стены дома, в котором жило семейство Мухиных, не сносить. И вот эта вот стена, это оригинальная стена конца 19-го, начала 20-го века с мемориальной доской, на которой написано в 1892-1994 годах здесь жила скульптор Веры Игнатьевны Мухина. Ну и, конечно же, самое знаменитое ее творение, 24-х метровая скульптура рабочего и колхозницы для выставки, международной всемирной выставки Парижа 1937 года. Пойду, пойду вовнутрь. Там должны быть оригинальные предметы, принадлежавшие семье. И восстановлена часть... Восстановлена часть комнаты, как мне обещают. Ну, не знаю, сейчас посмотрю, что там будет. Вот женщины как-то разочарованно вышли, может быть, там... Там очень странно, потому что было изначально бесплатно, потом кто-то написал, что платно. И сейчас надо выяснить, как обстоят дела, потому что в Феодосии с музеями вообще бедень. Надо всегда основать на местах, что и как.